Всех приветствую! Продолжаю трудиться над ремонтом Ладо Калины. Все вытянул, поставил миллиметр-миллиметр, по низам, по чашкам, все в идеале. Сейчас хочу дать вам размеры Калины, кому будет нужно, чтобы не искать в интернете. Плюс там по большому счету размеры виртуальные, мерить их неудобно. Я сейчас покажу, как я измеряю, надеюсь, кому-то будет это полезным. Человек ко мне приезжает, привозит запчасти, у него Лада Калина, такая же новая, не битая. Не совсем мне тут прям размеры были нужны, вытянул бы и так. Но раз под рукой есть такой же автомобиль, я открыл капот, все померил, все измерил, и сейчас вам дам эти размеры. Есть у меня такая вот рулеточка с крючочком, чтобы было удобно мерить одному. Так, вот сейчас даю размеры чашек, выкрутил гайки, остались, видать, шпильки. Сейчас вот дам размер между чашками, кидаю он оттуда. Вот так вот, и до конца резьбы. То есть у меня получается, вот здесь у меня где-то почти 6,4. Так и должно. То есть 106,4 размер между чашками, 106 см, 4 мм. Так, дальше сейчас кидаю диагональ. Так, опять цепляю. Не совсем удобно, камеру держать и измерять, но думаю мне простительно. Так. Здесь идет диагональ. Всегда мерю вот по проемам, стекло стоит нормально, проем ничего, не битый. То есть всегда беру вот от этих вот уголочков, 162 см. Сейчас вот тут поведнее, да. То есть берем мы вот этот уголочек крыши и по нему меряем 162. Так, диагональ я с этой чашки тоже кидал, точно такая же. И по заводской, колени не битые, точно так же. 162 см диагональ. Так, длину кидаю. Можно брать вот так вот. Померить, зацепляем. Точно так же по размеру идем. Что у нас тут получается по уголочку? 120 и 1. Ну, грубо говоря, 120. Так. Можно еще брать длину вот так вот от стекла. Вот там плюс-минус 1 мм, это не суть важна. Так. Вот у меня получается 119,3. Размер родной 119,4. Там у меня может быть еще рулеточка чуть-чуть сбилась, так что миллиметр не суть. По заводскому 119,4 должно быть. Ну, я почти тут, можно сказать, вытянул. Не хватает миллиметра. Может, рулетка еще не так стоит. Так, 119 запомнили. И 4 миллиметра. Это вот такие вот размеры чашек идут. То есть, сначала, первым делом смотрим диагональ. Вернее, не диагональ. Всегда сначала, прежде чем измерять, мерю длины. Если длины сходятся, мерю диагональ. Вот. И между чашками размер. То есть, по этим размерам, я думаю, будет легко поставить, особо голову не ломать. Это заводские размеры. Сейчас я дам размеры вот этой панели. Тоже я ее поставил на место. Сейчас покажу. Даю размеры теперь вот этой панели. Размеры буду кидать вот от этого болта. Под него идет крепление фары и решетка бампера. Сюда накладывается. Все под этот один болт крепится. Так, мерим длину. Так же зацепляем. Срывается. Так, пошли мерить. Получается у нас 167 см. 167 см. Это заводской у нас размер. 167 см. Теперь мерим диагональ. Диагональ получается... Диагональ получается... Секундочку. Смотрим. 190 и 9 мм. Это тоже заводской размер. То есть у меня машина была битая. Я все выставил. Вот так вот миллиметр в миллиметр. Вот, надеюсь, кому-то эти размеры помогут в ремонте. Мне они помогли побыстрее все это сделать. Всегда подручнее работать, когда под рукой нормальный размер. По низам мерить там мне, конечно, неудобно. Вот. Но по низам там все намного проще. Мерим длины точно так же от какой-нибудь контрольной точки. По болтам, которые крепят краб. Если длины сходятся. Если не сходятся, тянем как надо. Там по небитости ранее смотрим. Вот. И если длины сошлись, дальше измеряем диагональ. Вот. У меня по низам не хватало. Расхождение в диагонали было 2 см. То есть сантиметр я потащил. Морду все. Влево. И у меня все пришло в норму. Сейчас уже приступлю. Равнять вот этот вот брезговик. Хочу вам показать такой момент. Померил я осевое смещение по колесам. Поставил новый краб. Новый рычаг. У меня по кузову все в порядке. По длинам. Все думал, все идеально будет по колесам. Но оказалось не совсем идеально. Расхождение долго я искал. В чем причина. Но в итоге обнаружил такой момент. Думаю, будет вам полезно это узнать. Оказывается, на коленах крабы идут двух образцов. По каким-то там модификациям. Это распределяется. Вот смотрим. Мерю. Вот это вот расстояние от отверстия. И вот здесь от этого отверстия получается почти сантиметр. То есть сейчас я поставлю старый краб. И у меня почти на сантиметр идет колесо по осям. Вот. Так что знайте, что крабы с виду вроде одинаковые. Вот так вот поставишь и никогда не подумаешь, что в чем-то есть разница. А оказывается, она есть. Так что сейчас прикручу краб. И уже по мере посмотрю, что там будет по осевому смещению. Начинаю вытягивать брезговик. Упер здесь растяжкой. Дощечку подложу, чтобы лонжерон этот не потащила. Забыл тут одну вещь сделать. Больчик подзатчинать. Теперь точно уже начинает тащить. Забыл тут. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok